Приветствуем вас, друзья, на канале Фактограф. Сегодня мы разберем очень важную тему, которая может изменить жизнь человечества. Мы поговорим о неисчерпаемых источниках энергии. Представьте мир, где электроэнергия доступна каждому, где высокие счета за коммунальные услуги остались в прошлом, а экологические проблемы свелись до минимума. Каковы будут последствия внедрения инновационных технологий, как это повлияет на нашу повседневную жизнь, экономику и даже социальные структуры? Как изменятся наши отношения к окружающей среде и ресурсам планеты? В этом видео мы также поговорим о препятствиях, которые могут возникнуть на пути перехода на неисчерпаемые источники энергии и о том, какие шаги необходимо предпринять, чтобы сделать эту мечту реальностью. Давайте вместе заглянем в будущее, где энергия станет не роскошью, а доступным благом для всех. Но перед этим не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. А теперь поехали. Неисчерпаемые источники энергии – это ресурсы, которые в отличие от органических видов топлива, таких как нефть, газ, уголь, регулярно возобновляются и не наносят серьезного вреда окружающей среде. К ним относятся вода, ветер, солнце. Еще в древние времена наши предки строили ветряные и водяные мельницы. Однако все эти конструкции были маломощными и со временем получаемой с их помощью энергии стало не хватать. После того, как люди научились добывать и сжигать ископаемое топливо, применение зеленых установок резко сократилось. А во второй половине прошлого века интерес к ним начал активно возрождаться. Зеленая энергетика находится на мировой повестке уже несколько десятилетий. Что вполне логично. Парниковый эффект, загрязнение воздуха, увеличение количества заболеваний человечество явно не радует. С середины 20 века ежегодные выбросы отжигания ископаемого топлива увеличивались каждое десятилетие. С почти 11 миллиардов тонн углекислого газа в год в 60-х годах вредные выбросы выросли за последние 10 лет до предполагаемых 50 миллиардов тонн в год. Более того, общее количество углекислого газа в атмосфере увеличивается с каждым годом. Научные данные ясно свидетельствуют о том, что во избежание наихудших последствий изменения климата необходимо сократить выбросы почти вдвое к 2030 году и достичь чистого нулевого уровня выбросов к 2050 году. Для осуществления этой цели нам нужно покончить с зависимостью от ископаемых видов топлива и вкладывать средства в альтернативные источники энергии, которые являются чистыми, доступными, недорогими, устойчивыми и надежными. Ученые считают, что в ближайшее время энергетика очень сильно изменится, и человечество начнет применять наиболее безопасные и неисчерпаемые источники энергии. Тем более, что лет через сто полезные ископаемые на нашей планете и вовсе закончатся. А вот солнце не потухнет, ветер не утихнет и океан не засохнет. Вопрос только в том, как повлияют на человечество альтернативные источники энергии. Первым делом давайте поговорим о положительных сторонах неисчерпаемых источников энергии. Здоровье. Все мы понимаем, что выброс в атмосферу вредных газов не только приводит к загрязнению окружающей среды, глобальному потеплению и как следствие провоцирует изменение климата, но и вредит нашему здоровью. Данный ВОЗ свидетельствует о том, что практически все население мира дышит воздухом, загрязнение которого превышает установленные ВОЗ предельные значения, и характеризуется высокими уровнями концентрации загрязнителей, причем в наибольшей степени от этого страдают страны с низким или средним уровнем дохода. Сжигание ископаемых видов топлива приводит к образованию мелкодисперсных твердых частиц и двуокиси азота, которые попадают в воздух. Их воздействие на организм влечет за собой инсульты, сердечные заболевания, рак легких, а также острые хронические респираторные заболевания. Переход на неисчерпаемые источники энергии поможет решить эту проблему. Экономическая выгода. В отличие от ископаемых видов топлива, возобновляемые источники энергии доступны во всех странах. Они окружают нас повсюду, их использование позволит выйти из зависимости от импорта, обеспечивая странам возможность защитить свою экономику от непредсказуемых колебаний цен на ископаемые виды топлива и одновременно стимулируя инклюзивный экономический рост. Как результат, зависимость от ископаемого топлива существенно сократится, а цены на энергоресурсы оптимизируются. Например, после установки солнечных батарей вы не будете зависеть от общей электросети и, следовательно, от колебания цен на электроэнергию. Солнечные панели обеспечат вам долгосрочное решение для экологически чистого электричества. Кроме того, зеленая энергия экономически выгодна, потому что на фоне постоянного уменьшения запасов ископаемых видов топлива на ее цену не влияет оставшееся количество ресурсов. Рабочие места. Возобновляемые источники энергии создадут в три раза больше рабочих мест, чем отрасль ископаемого топлива. По оценкам Международного энергетического агентства, переход к чистому нулевому уровню выбросов приведет к общему увеличению количества рабочих мест в энергетическом секторе. Предварительные расчеты такие. К 2030 году в сфере производства ископаемого топлива может быть потеряно около 5 миллионов рабочих мест, в то время как в сфере чистой энергетики их количество возрастет примерно на 14 миллионов. Кроме того, отрасли, связанные с энергетикой потребуют еще 16 миллионов работников. Например, для выполнения новых функций по производству электромобилей и сверхэффективных приборов или применению инновационных технологий. Это означает, что к 2030 году в сферах использования чистых энергетических технологий и технологий может быть создано в общей сложности более 30 миллионов рабочих мест. Как вам такие цифры? Однако самое главное преимущество заключается в том, что в условиях нестабильности глобальной политической ситуации неисчерпаемые источники в любом случае смогут обеспечить человечество энергией. Но что насчет минусов? Начнем с того, что в настоящее время производство альтернативной энергии, несмотря на ее высокую экологичность и перспективность ограничена. Сегодня лишь около 30% электроэнергии поступают из неисчерпаемых источников. Но почему все страны не могут одномоментно перейти на зеленую энергетику? Высокая стоимость оборудования. Да, установка солнечных панелей или ветрогенераторов – недешевое удовольствие. Даже если брать во внимание, что за последние десятилетия цены резко снизились. К примеру, в среднем солнечные панели стоят от 70 центов до 1,5 доллара за ватт. Большинство бытовых солнечных панелей имеют мощность примерно от 250 до 400 ватт на панель. Выходит, что одна солнечная панель стоит от 175 до 600 долларов. Кроме того, не забывайте про дополнительные затраты на инверторы, монтажное оборудование, проводку и стоимость работ по установке. Это значительно увеличивает общую стоимость солнечной электроэнергии системы. Да, это хорошая инвестиция, которая со временем окупится, но для начала нужно вложить немалую сумму. Непостоянство поставок энергии. Возобновляемые источники энергии являются нестабильными и зависят от погодных условий. Ветер не всегда дует, и солнце не светит ночью, из-за чего генерируемая мощность падает, и в настоящее время мы не можем полагаться на них на 100%. Колебания в производстве энергии затруднят ее использование в качестве основного источника энергоснабжения. Использование большой площади и нарушение экосистемы. Площадь, занимаемая ветряными и солнечными электростанциями, довольно велика по отношению к генерируемому электричеству. Например, для работы атомной электростанции мощностью 1000 МВт требуется менее 3 квадратных километров, в то время как ветряной электростанции требуется в 360 раз больше пространства. Также очень большие ветряные электростанции могут ослабить силу ветра и усилить вертикальное движение ветра, что означает, что они могут в некоторой степени повлиять на климат. Кроме того, ветряки создают шум, их сложно и дорого утилизировать. Это негативно влияет на экосистемы или ограничивает использование земли для других целей. Плотины и водохранилища, в свою очередь, также могут нарушить местные экосистемы, влияя на среду обитания и миграцию рыб. А люди? Уверены, вы не раз слышали истории, как искусственные водохранилища затапливали целые населенные пункты, вынуждая людей покидать свои дома. А сами затопленные районы выделяют метан из-за разлагающихся под водой растений, тем самым способствуя в некоторой степени потеплению климата. Выходит, чтобы совершить переход на неисчерпаемые источники энергии, странам нужно будет потратить значительную часть государственного бюджета, выделить огромные площади под установку оборудования и при этом быть готовыми, что поставки энергии будут непостоянными. Так может, неисчерпаемые источники энергии нанесут больше вреда, чем пользы? Скорее, нет чем да. Несмотря на все минусы, перспективы развития возобновляемой энергетики в будущем очень обнадеживающие. С учетом того, что цены на технологии продолжают снижаться, возобновляемые источники энергии становятся все более доступными и экономически выгодными. В будущем можно ожидать, что доля возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии будет расти быстрее, чем доля традиционных источников, таких как нефть, газ и уголь. Да, развитие возобновляемой энергетики также может повлечь за собой некоторые вызовы для общества. Но преимущества перехода на неисчерпаемые источники энергии значительно превосходят недостатки. И самый главный вопрос в том, что использование зеленой энергии – это единственный путь. Сделать человечество здоровее и спасти нашу планету от глобальной катастрофы. Энергетическая отрасль, особенно отрасли, связанные с использованием нефти, газа и угля, очень выгодна, так как энергия постоянно востребована. Также здесь задействованы очень большие деньги, поэтому возникают многочисленные столкновения между правительствами, власти, бизнеса и общественными организациями по охране природы. Эта ситуация одинакова во всех странах мира. Но если смотреть на ситуацию в масштабе, можно с уверенностью сказать, что в целом человечество все же движется к пониманию общественной пользы. Ведь увеличение доли неисчерпаемых источников энергии в общем объеме энергетических потребностей землян – это путь к разумному использованию природных ресурсов, это забота о здоровье будущих поколений. Также это новые высококвалифицированные рабочие места, которые повлекут за собой науку и образование, дадут возможность создавать комфортные условия в сложном климате без ущерба для экологии. Вселенная готова дарить нам свою энергию, но для этого мы должны научиться использовать природные возможности так, чтобы улучшать наш климат, а не разрушать его в погоне за кратковременными выгодами. А как вы думаете, переход на неисчерпаемые источники энергии окажет положительное влияние на человечество или негативное? Обязательно делитесь с нами в комментариях, что вы думаете по этому поводу.